Всем привет! А с вами Елена Устеменко, биосенсорный психолог. Психолог, практикующий более 20 лет в сфере отношений. Психолог, который занимается душой. Они раздают банальные тесты. Сегодня тема, как быть популярным на сайте знакомств. Можно верить в сайте знакомств. Можно не верить в сайте знакомств, но мы живем в 21 веке. Это время, когда общение онлайн очень и очень популярно. И где еще знакомиться людям, как они на сайтах знакомств? Итак, ты решила завести анкету или завела, но как-то что-то пошло не то. Давай мы сейчас подробно разберем все ошибки, которые можно совершить и которые не стоит совершать. И я дам подсказки, что же все-таки делать, чтобы быть популярным. Итак, изначально ты выбираешь свое фото. Оно не в купальнике, потому что притянутся мужчина, которым нужен только секс. Оно информативное, потому что если это будут там глаза только-то там или лицо, это будет непонятно, где, ну как бы, какое у тебя там тело, да, там бюст. Ты высокая, маленькая. Должно быть информативное фото. То есть ты там может быть сидишь и еще как-то крупным планом твое лицо. Второе, это твое фото, например, в полный рост. Вот желательно не выставлять супер-пупер там каких-то. Не надо дома там за столом каким-то там, со сковородкой. Вот на кухне или с подружками, да. Вас там много. Подпись, да, я третья справа. Вот. Или седьмая слева, считай, да, как тебе удобно. Нужно там фото выставлять кошечек, собачек, машины своей. То есть это тоже не нужно. Не нужно выставлять фото, где тебя там обнимает твой бывший. Или ты там с кем-то в обнимку или какое-то фото, где там тебя касается мужская рука или держит за талию, потому что, ну, будет понятно, что ты или, скорее всего, в отношениях, или ты настолько ленивая, что не можешь даже сделать нормальное фото, которое выставить можно на сайте знакомств. Вот. Фото не должно быть старым, потому что мужчины жалуются, что женщины иногда грешат. Они выставляют фото десятилетней давности, когда были молодые, хороши с собой, стройные. Приходит уже не молодая, не стройная, не хороша с собой женщина. Как бы, ну, получается, как обманники. Никто не любит, когда его обманывают. Поэтому выставляем фото максимально, где ты похожа на ту, какая ты есть сейчас. Слишком там отретушированное какое-то там фото, которое ты выставляешь на аватарках, там супер-пупер-пуперское. Оно тоже не очень подходит, не очень прокатит, потому что, ну, какой-то там вот такой-такой тоже мужчина может побояться написать. Вот. Далее на сайтах знакомств нужно проявлять активность. Что это значит? Не нужно надоедать никому, да, если мужчина там твой там привет или еще что-то там, ну, не ответил или ответил, как бы начинал отвечать, потом пропал, не нужно человеку надоедать. Хотя при этом стоит быть активной. Вот. Если тебе не отвечают какое-то время, значит, ты делаешь вывод, что ты неинтересна. Ну, неинтересна, значит, ничего страшного. Вот. Ну, тем не менее, ты смотришь, ты общаешься. Если там вы совпали парами какими-то, значит, ты можешь носить там привет или что-то такое там не очень, ни к чему не обязывающее. Вот. И как бы ждешь дальше ответа. Вот. Опять-таки смотри, если ты есть на сайтах знакомств, то не стоит ждать ответ только от одного мужчины, когда он на тебя обратит внимание, когда он тебе ответит и все такое прочее. Ты общаешься одновременно с несколькими мужчинами, которые с тобой общаются. Почему? Ну, потому что, может, на каком-то этапе кто-то кому-то какой-то вопрос задаст или кто-то что-то скажет и не захочется продолжить общение. И чтобы вот это время как-то максимально сократить, вот это не растягивать, да, по времени, ты одновременно общаешься, например, с 5-10 мужчинами и уже там на одно ты не цепляешься, не висишь, ой, это мужчина, мечты, это мой идеал. Ты общаешься сразу с несколькими мужчинами и потом уже смотришь, что получится. Вот. Встреча. От того, как встретиться, ты максимально можешь узнать все про мужчину. Если тебя что-то напрягает, если что-то тебя не устраивает, если ты видишь какие-то несостыковки, ты в любой момент можешь с ним попрощаться и сказать до свидания. Почему? Потому что, может быть, это мужчина женатый, и он с тобой активно общается утром, днем, в начале вечера, но потом вечером он пропадает. Ты думаешь, что происходит? А ты возьми со стыкой. Значит, пока он на работе, ему удобно с тобой общаться. А вечером он приходит домой, а дома жена, и ему уже неудобно заходить в приложение и с тобой общаться. Вот. И если тебе не нужны отношения с женатым мужчиной, то ты тогда все сопоставляешь и понимаешь, что тебе с ним общаться неинтересно. Вот. Также, если у тебя начинают спрашивать какую-то подробную информацию, если у тебя начинают просить деньги и прочее, прочее, ты осознаешь и понимаешь, что на сайте могут сидеть и мошенники. Люди, которые там втекают в доверие женское, и потом уже начинают что-то делать, манипулировать. И женщины очень часто ведутся. Вот. Поэтому в любой момент, как только ты понимаешь, что тебе общение не устраивает, ты говоришь до свидоса и перестаешь с человеком общаться. Этим сайты хороши, что можно раз и нет человека. Заблокировала и до свидания. Вот. Первая встреча обязательно должна быть в общественном месте. Никаких там у тебя дома, никаких там у него дома. Потому что будет там мама, подруги, там друзья и прочее, прочее. Потому что вы можете там посмотреть фильм и прочее. Нет. Обязательно в каком-то таком общественном месте, в людном. Но на всякий случай ты всё равно оставь координаты этого человека хотя бы одному-двум людям. Чтобы они знали, что если тебя вдруг нет или что-то там, да, там что-то может происходит. Или чтобы они могли просто позвонить и уточнить, там у тебя всё в порядке, да или нет. И как бы если всё в порядке, то всё хорошо, всё замечательно. Вот. Хорошо бы на сайте знакомств быть позитивной и открытой. Потому что если от тебя брыжет негативом, если ты пишешь, что я вся зарплата будет меньше такой-то суммы, до свидания меня не интересует. Ты меня не интересуешь, если у тебя рост меньше, там, метр девяносто девять, то ты меня тоже не интересуешь и прочее, прочее. То есть, ну, можно как-то всё написать с позитивной точки зрения. Вот. Быть открытой, то есть не какими-то общими фразами написать, о себе и о том, кого ты ищешь, кто тебе нужен, конкретными фразами, да, и о своих, например, каких-то там пристрастиях. Ну, в общем, да, я хорошая, добрая, позитивная. Нет, конкретно. Если ты любишь гулять, например, ночью по кладбищу, то берёшь и пишешь. Я люблю гулять ночью по кладбищу. Это моя страсть. Я так воодушевляюсь, меня это вот очень даже радует, и меня от этого прёт. Вот. То есть ты себе пишешь максимально подробно, и обязательно пишешь о том, какого мужчину ты ищешь, что ты хочешь, и пишешь, чего ты не хочешь от мужчины. Ну, наверное, вот и всё. Если подвести итог, то если ты хочешь кого-то найти, главное не под кого не подстраиваться, главное быть самой собой, главное не идти на поводу там у кого-то, каких-то там общепринятых принципов, не пытаться там, ну ладно, хоть какой бы мужчина, если он тебе не нравится, то не нравится. И ещё важно понимать, что смотри, ты общаешься с мужчиной по фото, да, и он с тобой по фото, и идёт некая переписка. Вам показалось, что вы прям вообще там созданы друг для друга и всё такое прочее, но личную встречу никто не отменял, и при личной встрече может оказаться, что химия какая-то не произошла, и ничего нет дальше. Вот. Ну вот и не расстраивайся, потому что одна какая-то встреча, которая там не стала судьбоносной, это ничего не значит. Нужно дальше знакомиться, искать. Тебя ещё ты ищешь. Но выиграет всегда тот, кто идёт до конца. Если ты зашла на сайт знакомств, а там тебе никто не понравился, ни одна из анкет, не стоит расстраиваться. Каждый день постоянно на сайтах знакомств регистрируется огромное количество мужчин, так же, как и огромное количество женщин. Тебе сегодня никто не понравился, зайди завтра. Может быть, завтра ты увидишь тех мужчин, которые тебе были бы интересны. Вот. Ни в коем случае не стоит унывать, потому что, если ты будешь унывать и понимать, что всё, жизнь не удалась, на сайтах знакомств какие-то одни там непонятно кто, это всё считывается, люди понимают, что ты какой-то разочаровавшийся человек, у которого всё не очень хорошо, не очень всё гладко. Ну, зачем тебе это надо? Все любят позитивных людей. Будь открытой, будь позитивной, будь самой собой. На сайте знакомств у тебя всё получится. Но ещё-таки, может быть, повторюсь, что не исключаю возможность познакомиться и в других местах. Это может быть на улице, библиотеке, кафе, ресторане, кинотеатре, где угодно. Перед подъездом будешь стоять, входить, а он выйдет, вы встретите взглядом, возможно. Такое тоже бывает. То есть нельзя никогда исключать ни одной возможности. Потому что мужчин много, мужчин повсюду. Стоит только обернуться, оглядеться. Просто на сайте знакомств их наибольшее количество, концентрированное. Там люди сидят, которые действительно хотят познакомиться. Но их тоже нужно выбирать, отсортировать. И для этого нужно набраться терпения, приложить усилия и идти-идти вперёд. И всё обязательно получится. Всё обязательно получится. Я это знаю на примерах своих клиентов. И очень много знакомых, которые нашли именно мужей и жён именно на сайтах знакомств. поэтому такая статистика потрясающая, что большинство знакомств происходит всё-таки на сайтах знакомств. И ещё успешные люди это те, кто не сдаются, а идут, 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 когда все отворились, когда все уже разуверились, когда все уже сказали, ну ладно, всё, не получается, хватит. А успешные люди это те люди, которые идут до конца и доходят до своей цели. Желаю тебе удачи, надеюсь, что у тебя всё получится на сайте знакомств, потому что у многих получается. если это видео было для тебя интересным и полезным, ставь лайк под видео в комментариях, напиши, что ты думаешь на эту тему. Был ли у тебя опыт знакомств на сайтах знакомств? Как ты к ним относишься? Если у тебя есть вопрос какой-то по сайтам знакомств или по отношениям, ты можешь написать также в комментариях. Если тебе интересно говорить со мной индивидуально, ты можешь записаться на диагностическую бесплатную консультацию, которая длится 15-20 минут. Бланк заявки под этим видео. Также ты можешь отправить его своей подруге. Может быть, она именно его хотела бы посмотреть, потому что какой-то вопрос у неё крутится, и она не знает, как его решить. И жми на колокольчик, чтобы все интересные и полезные видео, которые я записываю для тебя нигде не затерялись. Пока-пока. Желаю удачи, желаю счастья, желаю, чтобы всё складывалось так, как хочешь ты. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok,